всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня по вашим просьбам я покажу вам рецепт ну уточнее как мама готовит холодный борщ и как я делаю лимонады но это даже не лимонады а мои дети называют лимонной водичкой рецепт борща ну мама говорит что простой кто-то мне написал что вроде бы два рецепта есть на заметках не за мама говорит что все очень просто и быстро в общем сейчас покажу и нас питере жара прям жара жара на самом деле для питера 30 градусов это можно с ума сойти вот так что эти два блюда сейчас в жару очень сильно актуальным будут что холодный борщ то холодный на машине лимонаде так что все сейчас вам покажу и как я делаю лимонад ребенок кружка тут принес его пьют у меня все абсолютно все любят очень делаю из того что есть в основном из цитрусовых вот сейчас у меня здесь уже порезала я лайм и лимон я извиняюсь у меня стирать стиральная машинка но без этого никак и я обычно заливаю на ночь обычной водой самый простой вот у меня здесь мятка сорванная с огорода просто вот просто бросаю вот так даже нарезаем ничего воду и здесь у меня уже есть немножечко лимончика пока тут я оставила на ночь в воде и потом просто просто добавляю сюда лимон я вот так руками прямо отжимаю руками чтобы косточки не ну сюда не попадали косточки потому что мне не любят вот и бросаю просто вот просто воду ничего такого супер нету отжимаю бросаю и еще я добавляю сюда немного сахара так как у меня пьют это дети так по вкусу но не сильно сладкие делаю вообще делаю совсем не сладким это такой большой графин вот если нужно добавляю лед я обычно сюда не кладу так как у меня стоял в холодильнике пьют дети вот и все вот такой ложкой все вот так вот хорошенечко перемешиваю прям знаете вот так вот уминаю на хорошенько хорошенько размешиваю и все можно пить я не делаю сильно сладкий но и не сильно кислый такой у меня получается то есть принципе достаточно много цитрусовых я сюда бросаю вот и и все это замечательный лимонад у меня дети называют это лимоновая водичка она такая слегка мутная потому что сюда прямо отжимаю я вот эти вот все можно не добавлять сахара вот я бы себе не добавляла бы сахар сюда потому что она кисленькая хорошо но детки и муж у меня любят именно с сахарком хотя и я тоже такой сахаром пью вот и все ставлю на стол у меня этот графин достаточно быстро выпивают дети по мне так это супер замена обычно вот там газированного лимонада цитрусовая всегда полезно плюс тут мятка мятка придает вкус вот если нету мяты как бы делаю просто с лимоном если нету там не знаю лайма делаю там опять просто с лимоном с апельсином делаю то же самое то есть допустим лимон и апельсин сюда кладу просто вот ну абсолютно точно так же ничего такого супер сверх естественно я не делаю называют лимоновая водичка видите вот так что вот такая но в жару это на самом деле очень хорошо утоляет жажду он меня стоит на столе то есть сейчас холодный прямо из холодильника да а когда постоит на столе он станет уже не такой холодный и просто прохладный освежающий лимонад то есть видите меня достаточно много здесь и лимона и лайма вот так что вот так вот всем тоже советую в жару такую делать сахара добавляйте столько сколько вам вот по вкусу можно добавлять коричневый сахар но я забыла кстати с коричневым сахаром получается вкуснее такой более ну вот этим более такой ароматный получается лимонадик и вот такой красиво все это можно подать стаканчики видите такая получается мутная водичка ну вот очень мне кажется очень здорово знаете так прям симпатично не добавляя сюда две трубочки обычно вот эти листик тут такое у меня и лимончик и лайм так что вот такая вот красота ну вот и мама сейчас расскажет как она делает холодный борщ обыкновенно но там одна девушка мне написала что у нее два рецепта холодного борща я делаю классический вариант то есть я заранее делаю заготовку то есть ты вот купила свеклу мы ее отварили прокипятили воду она остыла и я ее натерла на терочке отварную до добавила сюда репчатый лук вот и поскольку вот свекла она молодая я еще добавила сюда соли там чуть-чуть солененькая все это закрылась и закрыла крышка и в холодильник то есть и настаивается у нас ночь да ну до беда считаете ну да в принципе то есть вот чисто свежую я не делаю вот то есть вот натерли и сразу же это сам она должна и сразу кушать это уже крайний случай это уже не в терпевшка вот обычно я всегда делаю это для того чтобы настоялась настоялась вот есть например когда бывает вот нет свежей свекла покупает мариновую тот например тоже ее натирают вода но я уже не надо добавлять я считаю что не надо добавлять не соль не сахар ничего вот я ее вот я вчера ее посолила она была чуть-чуть солененькая вот сегодня холодно прям прелесть сегодня я ее довожу как называется дума вот я пробую в общем такое ощущение что вообще было не соленая то есть вот лук дает остроту и вот немножко запах свекла вот она все забрала все вот эту соль вот и каждый раз в принципе вот мы поели например оставили на следующий день его тоже уже да как бы дума доводить то есть до вкуса то есть я и за его испарять этот весь вкус я все это впитывается вот сейчас будем добавлять соль опять соли сахарный процесс такой долгий и еще один нюанс вот это как бы заготовка холодного борща и сюда больше ничего не добавляем никаких вот из этих ингредиентов не добавляется чтобы не скиснуть ну во-первых скиснуть да уже вкус будет не тот то есть не будет вкуса холодного борща то есть каждый раз как вот это у нас будет стоять это может храниться день два и три там холодильнике то есть себе наложил и все а вот это все остальное добавляется уже тарелочку это связи с тем что кто-то любит побольше колбасы кто-то не любит кто-то не любит яйцо или только яйцо только желток или белок каждый себе индивидуально найдет тарелочки лучок вот этот яичко и вот колбаса огурец вместо колбасы можно положить говядину это уже труд немножко другой вкус также нарезанная отварная говядина все свинина она нет она не то она жирно она уже будет огурцы яйцо лучок поэтому поскольку у нас индивидуально мы каждому а когда заправляет сметаны я люблю например класть туда хрен да вот кстати некоторые кладут немножко хрена вот я люблю так да вот остренько кто-то то есть это уже индивидуально не вот и вот так вот это будет лучше будем добавлять мы будем добавлять сахар обязательно соль сахар и уксус да это обязательно а на следующий день опять пробуешь опять что-то дал опять домой опять что-то добавляю а холодненько получать он холодные потом настоявшиеся на эту кастрюлю и сюда тоже срокла кто как любит то любит погуще кто любит по наоборот вот мы всегда вот именно свекла и идет в этот самый репчатый лук на остроту дает да а вот это вот нарезанное мы обычно ставим на стол и кто как уже добавляет до себе я тоже купается вовсю кто-то кто купается вовсю так что вот так вот накрываем на стол сейчас будем каждому накладывать маленький не хочет есть я больше не хочу больше не хочет как вот это хочу ужасно вот так вот все складываем порционно в тарелочки и сверху будем заливать борщу а вот моя маленькая вредина который не хочет есть борщ ест вот таким образом да вредина старше с удовольствием кушать да вкусно да а я буду кушать вот так вот с хреном очень вкусно я надеюсь вам понравилось такое видео я надеюсь вам понравился рецепт и у меня мама очень просит если у вас есть какой-то другой рецепт холодного борща обязательно поделиться им в комментариях если вам не сложно потому что мама знает только один у меня рецепт она думала что все готовят именно так же как она и не думала что бывает какие-то другие вариации холодного борща но кроме того что вместо колбасы мясо еще меня спрашивали по поводу окрошки окрошку готовлю обычно я но окрошку я делаю на соевом соусе если вам интересно я после следующей поездки в магазин куплю все необходимые ингредиенты и покажу как я вам как готовлю потому что окрошку на кефир или на квасе у меня не любят только вот на своем соусе это только взрослые дети вообще на своем соусе не едят окрошку вот и также меня спрашивали после того как я опубликовала видео о покупках с магазина лента наталья неужели вы столько съедаете фруктов до за неделю мы эти фрукты съедаем даже быстрее особенно в жару у меня дети с удовольствием едят фрукты я мама но все все домашние всех приучила потому что сама очень люблю фрукты я просто обожаю для меня это вкусняшка прям особенно такие сезонные как черешня и арбузы дыни все остальное все это просто обожаю так что вот но на сегодня я буду с вами прощаться обязательно оставляйте свои комментарии обязательно мама у меня ждет рецепты борща холодного какие они у вас есть также и не забывайте ставить пальчики вверх нам с мама это очень приятно всех люблю целую и до новых встреч